Не хватает энергии, что это значит? Ну давайте. Кто слушает лекции? Природа не хватает. Мы живем каждый раз, каждый утро на море, с синком, парк, это природа всегда. Это все не то. Нужно активное движение. Просто вот так ходить, как еле-еле, это не вариант. Нужно активное движение. Понимаете, вот смотрите, давайте мы будем такими слоганами говорить. Смотрите, плохая концентрация внимания, усталость, вялость, обидчивость, раздражительность, гневливость, плохое пищеварение, инфекции, простудные заболевания, плохой иммунитет, нарушение сна. Все это означает, не хватает природы. Чтобы природу получить, не означает на ней жить. Чтобы получить природу, нужно на ней совершать аскезу. Существуют три типа аскезы, которые всасывают природу. Первый тип, самый простой. Длительное непрерывное движение. Длительное означает, ну, не меньше двух часов. Раз там в три-четыре дня. Лучше всего достигать четырех часов раз в неделю. Один раз в неделю четыре часа. Не каждый день по часу, один раз в четыре часа, чтобы пробивать все психические цилиндры, то есть доходить до конца. Если вы чувствуете, что не можете выйти замуж, не можете на работу устроиться, у вас низкое положение в обществе, у вас, как бы, чувствуете, что нет жизни нормальной. Это значит, что вам не хватает контакта с людьми. Контакт означает служение людям. И это даёт возможность глубокого обмена, то есть служение людям даёт друзей человеку в жизни. Когда появляются друзья, то сразу же человек наполняется силой, которая ему даёт социальную силу, то есть есть физическая сила. То, что мы перечислили, она идёт от природы, физическая сила. Социальная сила идёт от друзей. Если вы чувствуете, что у вас там тюрьма грозит, большие долги, какое-то препятствие сильное в жизни, одиночество непреодолимое и так далее, это значит, что не хватает энергии Бога, то есть не хватает молитвы. Вот эти три вещи, которым человеку может не хватать. Больше ничего нет, чего нам не хватает. Или не хватает природы, или не хватает добрых отношений с людьми, или не хватает добрых отношений с Богом. Всё. Все проблемы у человека идут от того, что ему чего-то не хватает, потому что мы не самодостаточные существа. Мы как батарейки. Нам нужно не только кушать еду, а также нам нужно наполняться силой. И вот эти три типа силы, которые я вам описал, в них человек нуждается. И если ему не хватает какой-то из этих типа сил, то начинаются сразу проблемы в жизни. Одиночество. Нашей человеческой силы не хватает. То, что вы описали, не хватает энергии природы. И бывает, не хватает Бога, когда человек не может преодолеть препятствия в жизни какой-то. Всё. Любое знание, оно всегда простое. Но следовать ему всегда сложно. Если вам дают сложное знание какое-то, которому легко следовать, это ложь. Истина заключается в том, что знание всегда очень простое, но следовать сложно. Продолжение следует.